Здорово агенты Valorant и тем кто ключ так до сих пор и не получил, но продолжает упорно сидеть на стримах и наблюдать за новостями нашей игры. Мы продолжаем разбирать интервью гейм лайфа и представителя Riot Games. И сегодняшний вопрос на повестке дня у нас по поводу ранкидов. Какая система у нас подбора будет ММР или что-то новое? Какие будут режимы доступны для ранкидов? И все самое интересное на моем канале. Новости определенного плана у нас уже были и про сроки говорили приблизительно в 2 ближайшие недели ранкиды должны появиться. Ну собственно будем слушать ответ от представителя Riot Games. Нет ничего, наверное ты ссылаешься на твит Джо Циглера про ранкид. По моему мы только так это пока комментировали. Контекст именно в том, чтобы у нас была возможность у игроков играть беспроблемно, честно и киберспортивно. Ранкиды мы сами хотим включить, потому что очевидно в такой игре ранкиды это то, что должно быть. От нас этого тупо ждут. Ну и в итоге что же все-таки по подбору? Подбор будет очевидно по рейтингу, по какому-нибудь там ММР. Скорее всего этот ММР будет скрыт, скорее всего мы его не будем показывать. Если речь идет о пати, скорее всего мы будем это учитывать. Но это примерно так же как в Лиге Легенд работает. Сразу управляя ожиданиями, ребят, подбор и вот его честность, скажем так, это довольно субъективная штука. Она объективно меряется на нашей стороне, ну я имею в виду на стороне разработчика игр, да? Вот. Но я не знаю таких разработчиков, которые вообще раскрывают принципы этого подбора. Но все-таки главный вопрос от работяг, будут ли там все-таки соло-подбор или подбор в сквадах? Не думаю, что там будет какие-нибудь там 100-500 ладдеров, возможно там будет что-то типа одиночное или там для двух и групповой. Но вряд ли их будет пять условно для каждого типа там премейда. Скорее всего это было бы логично, но ты знаешь, может быть у команды продуктовой немножко другое видение. Вот. Но я, если честно, не вижу просто причин, почему он должен отличаться сильно. Что я могу сказать про ранкеты, что я точно знаю, это то, что мы хотим вот систему немножко развернуть к твоему персональному вкладу. То есть это наше, скажем так, желание и цель, чтобы уметь учитывать твой результат в игре, да? То есть, например, в Лиге Легенд, если ты там проиграл, но тащил, ты типа все равно проиграл с тебя, снимут там очки Лиги и все. Вот. Здесь у команды я точно знаю, что есть желание вот эту подчеркнуть индивидуальность, потому что индивидуальность здесь влияет в игре. И там ситуация, когда ты делаешь какой-то крутой мув, они должны, ну типа как-то поощряться, да? Вот. К чему это приведет, пока рано говорить, потому что непонятно. Это сложная довольно такая тема. Но чисто в теории, если они такую систему все-таки ведут, это будет максимально круто для ранки, да? То есть во всех играх обычно как? Либо ты победил, либо ты проиграл. Если ты победил, ты двигаешься по ранки, но дальше, если ты поиграл, рейтинг твой падает. Но опять-таки, если они ведут систему, которая будет считать твой вклад в игру, то есть, ну грубо говоря, твой КДА, это будет просто бомбическая система. Да, есть такое, это фрустрирующе очень, но ты знаешь, тут вот очень большая сложность как-то сделать правильно. Подумка есть, я не хочу завышать ожидание и говорить, что она прям вот реализуется на 100%. Сложная чисто математическая задача, значит, плюс там, понимаешь, есть побочный эффект. Если ты начинаешь говорить, что там условный КДА влияет, вот, то, ну, у тебя появляется сразу пласт людей, которые там начинают на КДА больше играть, чем на Победу, да? Это вот то, чего хочется избежать. Ну вот, собственно, та крупица информации по поводу рейтингов, которая была на интервью. Больше никаких комментариев по поводу ММР, подбора и всего остального сказано не было. Надеюсь, вам этого было, ну, хотя бы немножко достаточно интересно. И, как всегда, я жду от вас какой-то активности под роликом. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, если вам интересно слушать и смотреть подобные новости. Субтитры сделал DimaTorzok